Здравствуйте! Это программа «Они вернулись». Меня зовут Иктина Иллистратова, и мы продолжаем циклопередач, в которых рассказываем о героях СВО. Вы уже слышали пять историй. Сегодня мы хотим поговорить с вами о тех, кто помогает ребятам адаптироваться к жизни без войны. О фонде защитников Отечества. Первые филиалы Государственного фонда поддержки участников спецоперации и их семей защитники Отечества стали появляться по стране в начале апреля, после того, как президент подписал указ о их создании. Предшествовала этому историческая боль. После Чечни и Афгана многие бойцы оказались брошены на произвол судьбы. Союз развалился, а вместе с ним и социальная поддержка тех, кто защищал границы, ушла в небытие. В середине 90-х о войнах и вовсе забыли. Бойцы по возвращению домой не могли получить даже справок о прохождении службы, а их семьям приходилось отбивать пороги всех ведомств, чтобы добиться справедливости. Поэтому после начала СВО был создан фонд защитники Отечества. Его главная задача – помочь семьям и бойцам получить медицинскую, социальную и психологическую помощь без проволочек и беготни. У нас штат 55 сотрудников, из них 47 социальных координаторов. Это те люди, которые непосредственно взаимодействуют с нашими посетителями. К нам обращаются ветераны боевых действий, к нам обращаются члены семьи погибших участников СВО. И социальный координатор – это тот человек, который первым встречает посетителей и проводит для них все необходимые консультации, и оказывает всю необходимую помощь. 10 социальных координаторов у нас на сегодняшний день работают в городе Улан-Де, и 37 социальных координаторов работают в районах республики. У нас закрыты абсолютно все районы, кроме Муйского, но социальные координаторы Севербайкальского района и города Севербайкальска отрабатывают вопросы, которые возникают у жителей Муйского района. Также у нас особое внимание к городу Кяхта, там 4 социальных координатора. За весь период, начиная с 1 июня, к нам обратилось более 5700 человек. Люди приходят не с одним вопросом, поэтому от них поступило от обратившихся более 9300 запросов. На сегодняшний день 81% этих запросов решен, около 1500 запросов находятся в работе. Минимум бюрократии, максимум пользы. Это и все для того, чтобы участники СВО смогли быстро решить вопросы по выплатам реабилитации, санаторно-курортному лечению и многому другому. Работают семьями военнослужащих социальные координаторы. Наша задача – окружить ветеранов и семей погибших бойцов заботой и вниманием, вникнуть в каждую жизненную ситуацию. Мы сегодня обеспечиваем высокотехнологическими средствами реабилитации, адаптации жилых помещений под нужды инвалидов. В настоящее время ведется реальная работа по обеспечению высокотехнологическими аппаратными комплексами по ориентации для нарушения функций зрения. Есть уже реальный пример. Вручили, обеспечили, то есть, ведь двух бойцов с Иволгинского и Кабанского района. Это умный помощник для незрячих Робин, который работает в режиме ультразвукового датчика и лазерного дальнемера. Нужна коляска – поможет социальный координатор. Нужно оформить документы – и в этом тоже поможет социальный координатор. Они на связи с подопечными 24 на 7. С каждым работают индивидуально и помогают от и до. Я домой прихожу, стараюсь совсем не думать, но в какой-то степени отвлекаюсь, там, сериалы маленько посмотрю, и тут же, если на звонок, ну, на телефон поступает звонок, и начинаю думать, ладно, завтра вот по этой ситуации, как решить, куда звонить, как быть. Да, ну, когда, ну, вот так вот и работаем, стараемся помочь матерям особенно, когда звонят, морально поддержать словами. В фонде защитники Отечества бойцам, вернувшимся с СССР, помогут устроиться на работу, получить новую профессию, образование, оформят все необходимые документы, а также окажут юридическую помощь, если есть проблемы. И все это совершенно бесплатно. Мы оказываем правовую помощь ветеранам боевых действий, участникам СВО, и членам семьи погибших ветеранов специальной военной операции. Мы консультируем, помогаем составлять исковые заявления, жалобы по поводу невыплат, по поводу льгот, разъясняем действующее законодательство в части предусмотренных межсоциальной поддержки и выплаты и льгот нашим участникам специальной военной операции. А еще поддержат и дадут надежду на то, что все будет хорошо. Помимо этого, помогают бойцам пройти реабилитацию в санаториях после возвращения домой. Также решают и вопросы с протезированием. Здесь даже есть пункт проката технических средств для реабилитации, коляски, костыли и так далее. Их выдают нуждающимся бойцам. Фонд проводит адресное сопровождение уволенных ветеранов СВО. Также оказывается палеотивная помощь, санаторно-курортное лечение, психолого-психотерапевтическая помощь. И есть у нас также медицинская реабилитация, которая оказывается Центром Восточной Медицины и Госпиталом ветеранов-воин. Особое внимание уделяют психологической помощи, ведь ментальное здоровье иногда является ключевой проблемой. Бойцам помогают пережить тяжести войны и адаптироваться к мирной жизни. Также работают с матерями и женами. Они объясняют, как и о чем разговаривать с бойцами. Есть три основных функции работы психолога. Первая и, наверное, самое главное – это обеспечение маршрутизации. То есть человек приходит в фонд. Моя задача, прежде всего, понять, к какому специалисту его наиболее лучше направить и показать ему наиболее быстрый и простой способ к этому специалисту добраться. В зависимости от того, какие у него есть симптомы, какие есть проблемы, стоит ли ему обращаться к психологу, стоит ли ему обращаться, возможно, к психотерапевту или к неврологу. То есть наиболее эффективный и быстрый способ человека направить к тому специалисту, который сможет оказать ему максимально быструю помощь. Второй – это психодиагностика. То есть это использование различных методик, которые позволяют определить наличие тех или иных симптомов. Прежде всего, это скрининг ПТСР, то есть посттравматического стрессового расстройства, а также тревожности, депрессивных состояний и так далее, которые, опять же, в последующем помогают наиболее эффективно подобрать маршрут. Время зачастую довольно длительное. Ну, то есть как бы там за неделю, за две, за три, даже меньше месяца ждать результатов особо не стоит. Это более длительный процесс, но, опять же, в зависимости от того, насколько это тяжелое состояние. Если мы говорим о ПТСР, то там около полугода и, возможно, больше. Это если именно ПТСР диагностировано. Если столько симптомов есть, то их можно купировать и за менее короткий срок. Государство не бросает бойцов на произвол судьбы и делает все возможное, чтобы они могли вернуться домой. А здесь их ждут все и готовы им помочь по всем направлениям. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова